Русские сказки К тому же и денег у людей было немного Но Джеймс и Алекс не жаловались Ну, по крайней мере, вслух Эх, Джеймс, сосредоточься на одной вещи, которую делаешь Надо знать свои возможности Когда знаешь, сколько времени уйдет на изготовление одного предмета Сможешь приблизительно знать точную дату доставки следующему клиенту Да ладно, и так все нормально Видишь, я справляюсь со всем Нужно делать побольше предметов, чтобы их хорошо зарабатывать Доделав вчерашнюю работу, я берусь за сегодняшние заказы Я понимаю твою систему, дружище Но как все это произойдет, раз твои заказы вечно опаздывают? Это и меня раздражает Ха-ха-ха, как видишь, справляюсь, Алекс Так что не беспокойся Алекс был старательным и сосредоточенным в работе Каждый его заказ был готов в нужное время Он предпочитал делать одну вещь, но как нужно Парень любил сосредоточить внимание на одной вещи и сделать ее вовремя А Джеймс был очень разбросанным Он никогда никому не отказывал и всегда был завален работой Да и брал много заказов и не успевал их выполнять в срок Однажды в деревеньку прибыла группа туристов Ух ты! Какой чудесный слон! Сколько он стоит? Этот всего две серебряные монеты Сколько? Всего лишь? Не слишком ли мало для такой чудесной вещи? Эх, что поделаешь, приходится Крестьяне не могут платить больше А я не могу с тебя взять больше денег, чем с них Честность, достойное уважение Но здесь вас низко ценят По ту сторону пустыни есть город Почему бы вам не продать свои изделия там? Там вашу продукцию оценят по достоинству И платить будут намного больше Оу, неужели? Тогда я серьезно подумаю об этом Хороший совет Девочка дала две серебряные монеты и купила слона В ту же ночь Джеймс, ты уставший? Ох, да я две ночи не спал Сделал всю работу и теперь чувствую себя невероятно Это прекрасно! Слушай, а что ты скажешь, если мы отвезем всю свою продукцию в большой город? Здесь и доходы резко спали, да и заказов немного Насчет заказов я согласен Ты прав Но пустыня очень большая Как нам ее пересечь? Я видел караваны, проходящие каждые несколько дней И пересекающие пустыню Там много верблюдов и повозок Кстати, завтра в путь отправится караван Так мы пересечем пустыню Верно, я слышал, что по ту сторону пустыни Живет немало состоятельных людей Эх, может я себе там и красивую жену найду С которой счастливо заживем Все возможно Ха-ха, конечно! А теперь отдохни Восстановись Восстановись после бессонных ночей Завтра утром трогаемся с караваном Согласен? Эту ночь Джеймс и Алекс спали блаженно А наутро нагрузили свою утварь на возле Взяли пищу и немного воды Стоял длительный переезд И нужно было быть подготовленными Путешествие началось хорошо Джеймс и Алекс с трепетом и волнением Ожидали прибытия в большой город Обсуждали, как они заработают много денег Научатся многим новым вещам Будут делать разные предметы И антикварные изделия Караван дважды останавливался На обед во второй половине дня И на ужин ночью Путешествие длилось несколько дней Но ужасная жара становилась Все более невыносимой Что здесь происходит? Тут всегда такая жарища Не уверен, все пить очень хохочется Сколько воды взяли А она почти кончилась Эх, тяжело уехать в такую жару А, Джеймс? Верно Да и воду все выпили Видите? Сосуды, в которых путешественники держали воду Были из глины И при повышении температуры Вода в них очень быстро испаряется И как мы с вами выживем без воды? До города еще два дня плестись Слушайте, а если мы начнем копать колодец, чтобы найти воду? Правильно, я убежден, что если копать глубоко Непременно обнаружим воду Конечно, давайте выберем место и начнем копать Караван шел еще недолго и остановился Думаешь, мы здесь найдем воду? Станет ясно, только если мы начнем глубоко копать Члены каравана начали копать яму в земле Прошло время, а от воды не было и следа Я же говорил, все бесполезно Найти воду в пустыне почти невозможно Трудно, Джеймс, но не и невозможно Просто мы не должны отказываться Так один за другим путники перестали копать Все ужасно устали и вернулись к своим повозкам, чтобы набраться сил Эх, я сейчас приду тебе помочь А пока передохну малость О, Джеймс, я дико устал Кажется, надо прекратить на время Коля, хочешь, иди отдохни А я продолжу Алекс подошел к возу и присел отдохнуть Из-за невыносимой жары и физического утомления он мигом уснул Спустя время один из путников подошел к Джеймсу Эй, да ты, оказывается, выносливый Не остановился ни на миг Но, честно говоря, в этом месте копать, кажется, попросту терять время И что ты предлагаешь? Думаю, здесь вообще нет никакой воды Я знаю место, где ее точно можно разыскать Серьезно, и где же? Мужчина показал Джеймсу место, где нужно копать А сам пошел отдыхать Джеймс выкопал яму в несколько метров Но воды не было Тогда приблизился другой путешественник Эй, кто-то тебе сказал здесь рыть Не надо да быть глупым Здесь рядом есть место, из которого вода забьет фонтаном Тут бы действительно И где это место? И снова Джеймс закинул лопату на плечо И пошел копать новую дыру в метрах отсюда И снова, когда он выкопал несколько метров Пришел другой человек и указал ему на другое место Где уж точно есть вода Это длилось часами подряд Вся земля вокруг была в вырытых дырах Но ни одна из них не была столь глубокой, чтобы дойти до воды Проснувшийся Алекс был немало удивлен Джеймс, что ты делаешь? Пытаюсь найти воду Вон тут каждый мужчина мне советует Где есть вода? Видишь, сколько выемок А воды ни в одной из них не оказалось Вот этого я и опасался Сколько потерянного времени и усилий Если сейчас пересчитать все дыры и их глубину Было бы намного надежнее рыть в одном месте в глубину Не слушай ты их советы, а то не сможешь сконцентрировать внимание на одной яме Эх, ты прав Я уже совсем шатаюсь Верно нужно было копать в одном месте Алекс позвал всех помочь копать только в том месте, где они начали рыть вместе Спустя известное время из-под земли показалось Вода Все напились воды и наполнили свои пустые сосуды водой Через два дня караван добрался до города Как и ожидалось за свои произведения, Джеймс и Алекс получили немалые деньги Их усилия были оценены и вознаграждены Они быстро разбогатели и наняли других мастеров работать на них А их изделия пользуются спросом как на местном рынке, так и за границей Джеймс получил еще один важный урок в жизни Все получается, если ты сосредоточен только над одной вещью И это твоя единственная цель